МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Зал Сущепотева. Здравствуйте! Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике превысило 16 тысяч человек. По состоянию на 14 декабря их количество составляет 16 тысяч 317 человек. За сутки подтвердили 154 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании. Его провел глава Башкортостана Радий Хабиров. Всего выздоровели 13 тысяч 52 человека, из них 10 за минувшие сутки. Врачи провели свыше 1 миллиона 850 тысяч тестов на COVID-19. 25 республиканских лабораторий ежедневно выполняют более 11 тысяч исследований. В медицинских учреждениях Башкортостана подготовили и оборудовали 6405 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 26%. Радий Хабиров поручил ускорить получение необходимых лицензий для начала полноценной работы нового инфекционного госпиталя в Стерлитамаке. С 1 ноября по 14 декабря бесплатные лекарства получили порядка 6 тысяч пациентов. Они лечатся от коронавируса на дому. Продолжается вакцинация жителей Башкортостана против гриппа. Прививки уже сделали 50% населения республики. Радий Хабиров подчеркнул, что этот показатель необходимо довести до 60% в соответствии с поручением президента России. 7 декабря в Башкортостане стартовала вакцинация против коронавируса. Из масштабной партии в 1200 доз первый компонент двухкомпонентной прививки использовали на 97%. 13 декабря в Башкортостан поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 объемом 1900 доз. В первую очередь прививку получат врачи, учителя, социальные работники, сотрудники полиции. По долгу службы они могут взаимодействовать с зараженными коронавирусом. Радий Хабиров также поручил предусмотреть возможность вакцинации волонтеров. Максим Забелин также сообщил, что в Башкортостане благодаря внедрению с 10 ноября обязательного режима самоизоляции заболеваемость среди пожилых людей старше 65 лет снизилась на 22%. Продолжает работу ситуационный антиковидный центр республики. За неделю с 7 по 13 декабря специалисты центра отработали 3484 обращения жителей. Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин рассказал, что в новогодние праздники поликлиники будут работать по графику праздничных дней с 8 до 17 часов. Неотложная служба с 8 до 16 часов. В круглосуточном режиме будут открыты амбулаторные центры компьютерной томографии, а также центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции на базе Уфимской городской больницы номер 13. В каждом стационаре предусмотрели резерв коек, создали запас лекарств и средств индивидуальной защиты. В правительстве Башкортостана обсудили меры государственной поддержки развития башкирского языка. Заместитель премьера министра правительства Республики Азад Бадранов отметил, что за последние два года в регионе выработали новые методы и подходы к развитию башкирского языка. В первую очередь через его популяризацию, создание языковой среды, а также через формирование цифровой инфраструктуры для его изучения. О количестве пожаров в Республике рассказал глава МЧС Фарид Гумеров. За неделю в Башкирии произошло 197 пожаров, погибли 16 человек, в том числе трое детей. Все чаще спасают пожарные извещатели. Так, в селе Серафимовский Туймазинского района 8-летний мальчик взял за руку 6-летнюю сестренку, и дети успели выбежать и спастись. Традиционная республиканская елка в связи с эпид-обстановкой не состоится. Об этом сообщила министра труда и социальной защиты Республики Башкортостан Ленара Иванова. Она попросила глав муниципалитетов уделить особое внимание соблюдению санитарных норм и учесть погодные условия, чтобы не заморозить участников праздников. Также в отдельных районах для пожилых людей будут подготовлены видеозаписи концертов. 12 декабря в нашей стране отметили один из главных государственных праздников – День Конституции России. Традиционно в этот день во всех уголках России проходят различные тематические мероприятия. Особенно много их проводится в образовательных и культурных учреждениях российских городов и сел. Это уроки правоведения, круглые столы, презентации и выставки. Не остались в стороне от праздника и янаульские волонтеры. Они вышли на самые оживленные улицы города и раздавали ленточки, символизирующие российский флаг. Волонтеры рассказывали о истории его возникновения и значении цветов. Сегодня мы, волонтеры, в преддверии праздника Дня Конституции вышли на акцию «Триколор». Этой акцией мы напоминаем жителей инаула о предстоящем празднике и раздадим около тысячи ленточек в цветах российского триколора с соблюдением всех мер предосторожности. Такая акция уже стала традиционной для главного праздника нашей страны и символизирует единение народа, уважение и гордость к своей стране. 14 декабря в Республике Башкортостан официально отмечается День башкирского языка. В этот день во многих уголках нашей республики прошли торжественные мероприятия, посвященные изучению родного языка. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Победители и призеры научно-практических конференций республиканского уровня собрались в этот день в холле Межпоселенческого культурно-досугового центра. Педагоги и их воспитанники активно занимаются изучением башкирского языка, участвуют в жизни района и республики. И в этот день их старания были отмечены наградами. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава администрации района Ильшат Вазегатов. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. От всей души поздравляю вас с Днем башкирского языка. Очень приятно, что наконец-то и в нашей госреспублике такие мероприятия, тематичные День башкирского языка, День национального костюма, проводятся уже на высоком уровне. Это очень важно. Я всегда задаюсь этим вопросом и не могу найти ответ пока прежде всего для себя. Почему, например, одеться башкирский костюм на праздниках осуждается и неправильно воспринимается большинством населения? Хотя никто не осуждает и при проведении собан, то есть в любых мероприятиях на сельском уровне, на районном уровне, никто не осуждает, когда одевают платья в национальном колорите. Наши друзья-морицы, угмурты, они вполне нормально, уютно себя в своем национальном костюме чувствуют. А кто-то, если оденет на собанку и башкирский костюм, он, ты артист, что ли, меняр, еще что-то. Это должно восприниматься нами вполне естественно. И, наверное, ради характера, с учетом вот этих всех наших недоработок, уделяет особое внимание, создает команду. Есть даже заместитель уже премьер-министра, который координирует, курирует данные вопросы. И эту важную работу мы с вами должны вести, прежде всего, учителя и, конечно, учащиеся, которые имеют способность с алиатэра. А то, что наш северо-западный диалект уже и курутай, башкир, всемирный курутай, башкир признан учеными, уже признается как местный диалект. И мы с вами даже диктанты в этом году писали, кто как хочет, кто-то мог на литературном башкирском писать, имел право, имел возможность. И кто владеет северо-западным нашим диалектом, тоже имели возможность писать диктант. Я сам лично писал. Благодарственные письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан за активную работу в составе экспертной комиссии акции «Международный диктант по башкирскому языку» были вручены. Министерство образования и науки Республики Башкирскому языку и литературе школы села Истяк. Сертификаты Министерства образования и науки Республики за участие в научно-практической конференции «Мустаевские чтения» были вручены. Дипломами Министерства образования и науки Республики Башкортостан за участие и победы в научно-практических конференциях были отмечены. Харков Ильи Скидальевич, обучающийся 10-го Ат-класса школы номер 4 города Нинаула, руководитель Харкова Илья Радитовна, Агнешина Диана, обучающийся 9-го Ат-класса лицея города Нинаула, руководитель Мерзвекова Светлана Петровна, Шансурдинова НЖ, обучающийся 9-го Ат-класса школы Сина Яманы, руководитель Аггирова Илья Радитовна, Касанинова Апландыш, обучающийся 2-го Ат-класса лицея города Нинаула, руководитель Кашапова Илья Масутовна, Ахмедов Рауль, обучающийся 9-го Ат-класса школы с города Нинаула, руководитель Сокутинова Жугля Ульхановна, Касанинова Амир, обучающийся 9-го Ат-класса школы с города Нинаула, руководитель Сокутинова Жугля Ульхановна, Гараева Алина, обучающийся 9-го Ат-класса школы с города Нинаула, руководитель Сокутинова Жугля Ульхановна, Как признаются сами дипломанты, успехи в изучении родного башкирского языка окрыляют и мотивируют на дальнейшее развитие. Многие из ребят, получившие сегодня свои заслуженные награды, планируют и дальше постигать язык и культуру башкирского народа. Тематические мероприятия, посвященные году башкирского языка, прошли в детском саду «Колокольчик». Воспитатели рассказали детям о нашей многонациональной республике, познакомили ребят с традициями культуры башкирского народа. Воспитатели в игровой форме рассказывают малышам о башкирском языке, обычаях, особенностях национального костюма. Педагоги вместе со своими воспитанниками и их родителями регулярно участвуют во многих конкурсах и акциях. В рамках реализации годового плана нашего детского сада, в рамках развития творческой инициативы в области изучения наследия знаменитых людей Республики Башкортостан, в рамках реализации мероприятий, посвященных дню башкирского языка, в нашем детском саду проводится и провелись очень много мероприятий. В частности, это выставка рисунков, выставка книг, чтение художественной литературы, познавательные беседы, познавательные мероприятия. Провели конкурс башкирской красавицы Башкорт Халауэ на авторское создание башкирского костюма. Хочется очень отметить также воспитателя Нурсилю Гелимшину, которая участвовала в научно-практической конференции, посвященной народному поэту Республики Башкортостан Равилю Бигбаеву и дню башкирского языка. В литературно-творческом конкурсе заняла второе место среди 400 обучающихся и педагогов образовательных организаций. Также большое значение имеет участие Милюши Рахимовой, воспитателя по изучению башкирского языка, в просветительской акции «Акмулинский диктант», который проводил университет имени Акмулы. Тоже очень много было участников, и она получила сертификат. Милюша Рахимова очень хорошую работу ведет именно по изучению башкирского языка дошкольниками и по приобщению детей к культуре народов башкир. Воспитатель Диля Галиева тоже заняла первое место в башкирском конкурсе «Колыбельные песни». В нашем районе активно реализуется социальный проект «Радуга жизни», подготовленный местным отделением некоммерческой организации «Пионеры Башкортостана». 15 декабря активисты движения провели праздник на городской площади для детей от 8 до 12 лет. Для участия в игре ребят поделили на две команды, а помогали им сказочные герои. Дети кидались снежками, прыгали на метле, каждая команда пыталась заработать заветную снежинку. После соревнований все участники получили маленькие призы. В мероприятии предусмотрены веселые игры, состязания, конкурсы, где дети активно участвуют. Цель нашего мероприятия – порадовать детей, создать предновогоднее настроение. Глядя на детей, я думаю, у нас все получилось. То есть мероприятие удалось, в этом помогли сказочные герои и у всех хорошее настроение. Так как внутри помещение не рекомендуется, поэтому мы выбрали мероприятие на улице. У нас по проекту занимаются 60 детей. Мы их разделили на две группы. Вот до этого проводили с 30 детьми. И вот сейчас проходит тоже в том же количестве. Пусть каждый день в 2021 году каждому ребенку, каждому жителю города Инаул и нашего района приносит одни лишь радости и счастья. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. 16 декабря ожидается пасмурная погода. Возможен небольшой снег. Ветер южный 24 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 9, минус 11. Нью минус 5, минус 7 градусов. По данным ЧАЭС, в республике ожидается облачная погода с прояснением без существенных осадков. По северу небольшой снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 12, минус 17. При прояснениях минус 20, минус 25. Нью минус 5, минус 10 градусов. ПОДПИСМЕНТЫ Ветер южный 5, минус 25, минус 5, минус 25. Ветер южный 5, минус 6, минус 7, минус 25. Ветер южный 5, минус 25. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Держите рабочее место в чистоте Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь Проветривайте помещение Не ходите обедать группой Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва Проводите рабочее совещание удаленно Договоритесь с коллегами работать в разные смены Работайте удаленно, если есть возможность Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете Будьте здоровы! Неисправная электропроводка Одна из основных причин пожара Неправильная эксплуатация печей Одна из основных причин пожара Живей, я кому сказала? И так из-за тебя опаздываем Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут И в кого ты такой пошел? Ну купи, в классе уже у всех есть У тебя же на прошлой неделе зарплата была Хочу новый телефон Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям Воспитывать сложно Позвонить легко Загружимся, коровод, учебись без звонка Это значит Новый год, это значит Дверка Ваш ребенок уже подготовил песню или стихотворение для Деда Мороза? Елочка поздравлений! Акция, которая поможет вашему ребенку попасть в эфир Янаульского телевидения Ждем вас по адресу Город Янаул, улица Советская, 21 Поздравление вашего ребенка будет звучать в эфире с 15 декабря по 10 января Также в наших соцсетях Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Вконтакте Звоните 50402 Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений Требования высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков Справки по телефону 50402 Янаульскому телевидению требуется водитель Справки по телефону 50402 Янаульскому телевидению требуется главный инженер Телефоны 50402-599-95 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok